Сдувайте его и увозите. Когда будут документы, тогда будете работать. Документы есть, а я говорю, есть. Все, убирайте его. Документы должны быть у вас на руках. Тебе есть документы, есть документы. Сдувайте. На днях, когда в Екатеринбурге еще было теплое солнечное лето, активисты народного контроля вместе с чиновниками мэрии методом рейда решили прикинуть ожидаемую численность популярных среди детворы воздушных замков и заодно, к сожалению, возможный уровень детского травматизма, прямо вытекающий из безалаберности и некомпетентности некоторых дельцов. Мониторили, как и год назад, район Чкаловский, где почему-то традиционно наибольшее число таких аттракционов, ну и, соответственно, больше всего нарушений. Результаты не удивили. Подавляющее большинство проверенных объектов сдулись на глазах буквальнейшим образом. Первым сделал это батут, расположившийся на традиционном месте, на вторчике, в конце аллеи паркокомвольного комбината, почти на берегу Мухи. И установил его, очевидно, все тот же предприниматель из недалекого зарубежья, который снова нанял странного работника, у которого на все вопросы ответ один, что ты, дорогой, я тут второй день работаю. А чей батут-то? Это ваш батут? Нет. А чей? Вот, какой-то фирмы. Меня просили на 20 дней работать, и все. А вы официально трудоустроены? Да. По договору? Да, да, да. А с кем вы трудоустроены? Вот это я понедельник, а сегодня я работаю, и с понедельником все документы будем делать. А вот договор на размещение объекта с кем? А где документы все? Вот это, наверное, вот это. Позвоните, пожалуйста, узнаете, где документы все. Сейчас он нет, серьезно, здесь нет. А где он? У себя на родине. На родине? Это где? Да. Азербайджан, он послезавтра придет. То есть документов никаких нет у вас? Есть, да, есть, есть, все есть. А вот должен быть у вас, смотрите, стенд с информацией перед тем, как посетители у вас приходят с детьми, они должны ознакомиться с тем, кто ведет здесь деятельность, документы. Есть, да, все есть. А где они? Вот я в трубе здесь работаю, а вот до этого не работаю. Вообще, обтиратор батута дал крайне мало правильных и убедительных ответов. Исключением стали лишь те вопросы, что касались денег. Это дело святое. Если кто помнит, была в 90-е такая популярная присказка – форма оплаты любая. А почему у вас перевод на Сбербанк онлайн? А я не знаю, я не в курсе. Я же говорю, я здесь проводил. Вы чем занимаетесь здесь? Ваши какие полномочия и обязанности? Сколько вопрос задаете? Я здесь второй день. Хорошо, какие ваши обязанности? Что вы должны делать? Здесь стоят. Просто стоять и все? Да. А сколько стоит попрыгать на батуте? Вот он, здесь все написано. 15-15. А кто деньги берет? Вы берете деньги? Да, да. Вам отдают? Либо на Сбербанк онлайн переводят? Да. Понятно. В общем, при полном отсутствии документов, которых именно тут, а не где-то в офисе, должна быть целая пачка, в том числе и журнал инструктажа по технике безопасности, в котором вот этот работник должен по утрам собственноручной подписью подтверждать, что он все знает и отвечает за детей головой, а таковой подписи в помине нет. При куче явных грубейших, реально опасных для жизни, нарушений и неисправностей, Народный контроль очень настоятельно посоветовал сейчас же сливать воду в ухо. Короче, вдувайте его и увозите. Когда будут документы, тогда будете работать. Так, коменты есть, а я говорю, есть. Все, убирайте его. Документы должны быть у вас на руках. Требушка есть, так коменты есть. Вздувайте. И тут наконец-то свершилось чудо, которое пять минут назад было решительно невозможно. Работник созвонился с хозяином Ибрагимом, и ему все внятно объяснили. Пока у вас документов нет, мы попросим вашего сотрудника деятельность тут не вести, батут сдуть, потому что он, во-первых, у вас не закреплен вообще никак, во-вторых, отсутствует ограждение вокруг батута, что не соответствует требованиям безопасности пребывания детей на нем, а также в самом батуте в изделии присутствуют отверстия, которые не предусмотрены. Тот все понял, ну или хотя бы сделал вид. Потому что в случае чего случится, отвечать будете вы. Да, да. Вы это понимаете, да? Вы стараетесь, чтобы все правильно было. Что еще раз? Я говорю спасибо, что вы стараетесь, чтобы все было правильно. Спасибо за понимание. Понял, понял. До свидания. До свидания. Но разлука была недолгой. И еще один его же батут вскоре испустил дух уже в парке на Ботанике, максимально близком к администрации Чкаловского района. Кто хозяин? Ибрагим. Ибрагим хозяин? Да. Набирайте ему. Да, очень рада. Он тоже Ибрагим. Тоже документов никаких нету. Одна и та же картина. Одно единственное радует, что батуты закреплены. То есть в случае порывистого ветра батут не улетит. Имеется ограждение. Провода вон так же болтаются. Видите, вот где находится литер-шифтовая, ничего не закрыто, не заземлено. Сейчас я думаю, что то же самое ждет и третий батут, он тоже сдуется. Ну, нет, не страшно. А почему? Ну, а что в нем не так? Он не соответствует тебе безопасности. Ну, мы же это не знаем, соответствует он или нет. Если бы знали, не повели. А не обувайся. Третий по счету и второй на ботанике батут с космическим челноком. Кроме всего прочего, оказался буквально при последнем издыхании. Ему катастрофически не хватало воздуха, чтобы расправить крылья и чтобы все как положено стояло. Сам батут был недостаточно надут. То есть очевидно, что компрессор не справляется с таким объемом батута. Потому что было видно, что бортики и конструкции внутри проваливались под весом даже самого маленького ребенка. Соответственно, что он мог опрокинуться, перевернуться. Такого быть не должно. То есть все конструкции на батуте, какие бы ни были, игровые бортики или внутри какие-то для развлечений горки или фигуры животных. Они должны выдерживать вес ребенка и не должны проваливаться под ним. Они должны быть хорошо надуты. Но самое, на мой взгляд, ужасное, это то, что оператор батута не понимал, что он должен здесь делать, зачем следить. Он даже не знал количество детей, которые у него находятся на батуте, что может привести к самым ужасным последствиям. Ребенок может элементарно где-то застрять головой. И он даже просто не поймет, как давно этот ребенок внутри конструкции батута. То есть здесь самое грубейшее нарушение – это некомпетентность сотрудника, который, вероятно, даже не видел свою должностную инструкцию. И не знаю, есть она у него или нет. Так а вы что стоите-то? Куда вы смотрите? Могута я вижу. Ну сколько у вас детей на данную минуту на батуте находится? 10, 2, 3, 4, 5. Вы как оператор должны следить за количеством детей на батуте. Сколько сейчас внутри батута детей? 1, 2, 3, 5. Вы считаете по ботинкам, да? Да. А никуда не записываете ничего? А если мама унесла помыть ботинки, и вы не знаете, что шестой ребенок сейчас внутри батута, вы сейчас начнете его сбывать? Открывайте детей оттуда всех, попросите, чтобы ушли. Родителям деньги верните. Открываем. Деньги родителям верните и забирайте. Ну не страшно ребенку это составлять? Нет. А почему? Почему не каждый? Все уходят, и вы пошли. Однако же луч света в темном царстве все же случился. Тут же, как нарочно для контраста, обнаружился просто образцово-показательный парк батутов. Крепко заземленных, не чахлых, не дырявых. При операторе, который как на экзамене ответил на все вопросы по технике безопасности. Ну и наконец-то мы увидели, как выглядит пакет необходимых документов. При том, что в трех предыдущих, в складчину, не было даже одного листочка. Компания Вимакс. У вас доверенность, да? Скажите, а вы кем не стремляетесь? Оператором. А инструктаж проходите вы? Каждое утро? А журналы у вас имеются, да? Спасибо за это, пожалуйста. Вот можно обратить внимание, да? Что здесь вот какой-нибудь небольшой пакет документов, которые должны находиться в подобных заведениях, учреждениях, где развлекаются, отдыхают дети. Это журналы инструктажа, журналы техники безопасности. Здесь мы вот проверять, читать, конечно, их не будем все, но мы понимаем, что они все есть. Видите, какой-то документ оборот должен быть. Спасибо большое. А птичка имеется у вас? Да, конечно. Даже вот смотрите, основание для размещения объекта. Здесь прекрасно, безо. То есть как бы все визуально можно понять. И любой посетитель, который зайдет сюда и посмотрит, он увидит визуально, что законно здесь находится данный объект. И расчет производит по безналу, да вы? Нет, безнал. То есть перевода на карту у вас такого не практикуется? Понятно? Никогда не отправляйте детей в места, где вы не уверены. То есть если стоит какой-то батут, вокруг него нет ограждения, нет документов, нет терминала для перевода по безналичному расчету. Висит бумажка, перевод, допустим, на карту. Понимаете, что это, скорее всего, незаконная точка, которая потом, впоследствии, не будет нести никакой ответственности. И вы не найдете, кто будет отвечать за жизнь и здоровье вашего ребенка.